Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоку Фэмили, и мы продолжаем такую игру, как Зайчик Другая История. У меня снова в гостях мой брат Тимофей, так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, готовьте чаёчек, кофеёчек, ставьте лайки, не забывайте про комментарии, рассказывая друзьям. Мой брат вас поприветствует. Хей, всем привет, ребят, меня зовут Тимофей, и сегодня я снова на канале Казоку Фэмили буду проходить игру Зайчик Другая История. Вот, так что брат мой начнёт. Медленно наклонивши... Ты пропустил, тебе кнопку... Я не нажала, я не нажала кнопку, я снова пропустила. Что это? Медленно наклонившися, я осторожно поднял и развернул скомканный лист бумаги, лежавший у моих ног. Он медленно... Отц... Отцерел. Чё ж... Ничего не понятно. Единственное, что я мог рассмотреть, была надпись нет, подпись 3G. Надо отнести Рому. 3G. Сейчас тут будет скринга. Рома! Я нашёл, открывай! Я нашёл, открывай! Рома! Открывай быстрее! Рома! Открывай быстрее! Тишина. Рома, ты меня слышишь? Ответь! Хватит шуток! Открой! Ну же, это не смешно. Что происходит? Почему Рома не открывает эту чёртову дверь? Я почувствовал колющую боль в сердце. Триточие. Чёрт! Я забыл выпить таблетки. Рома! Открой! Мне нужен свежий воздух! Что это нет? В темноте я случайно задел какую-то стоящую сзади полку. Видимо, не очень крепкую. Ну, а сейчас в оморок упадёт. Ай! А ну давай я его озвучу, этого. Ром? Ну да, ну и погром ты там устроил. Глубоко вздохнув, я поправил очки. Всё, сейчас всё будет нормально, да? Прости, братан, что открыть не смог. Это не пропускай, главное. Встретил тут одну. Знакомую, в общем, встретил. Ты, главное, друзей. На подружек всяких не меняй. Чё, опять нос чёшется? С трудом выговорив Ромкину фразу, я принялся жадно латать свежий воздух. Верно подметил, прости уж. Да ничего. Я немного отдышался. Нашёл там чего интересного? Да, смотри. Рома, Рома, едва увидим бумажку, быстро выпути. Ёмана! Красава Антоха! Что там? Я просто сам ещё прочитать не успела. Почему? У нас уже был один про тайники базарил. Скрутили его, правда, быстро. Бесценная улика, братан. Ну, считай, пацан ты порядочный. Понадобится помощь, зови. Спасибо. Ну что, двинули? Куда? Ну уж нет, с меня приключений хватит. Да и в школу сейчас идти не вариант, нужно выпить таблетки. А вот этот вопрос хороший. Слушай, а к тебе можно? Ко мне? А что ему у меня нужно? Вряд ли у меня дома, мама. Если узнают, что я не в школе, мало не покажется. Да мы ненадолго, по-тихому пройдём. Ну, если только тихо. Красава, Топа, только сначала вернёмся к Бяше. А то он, небось, себе уже отморозил всё, что можно и нельзя. Это было плохой идеей. Я почему-то уверен, что нас заметят. Ты просто тихо говоришь, микрофон-чиститель. Снова это дерево. А здесь довольно-таки укромное место. Вот бы прийти сюда летом вместе с Олей. Я же говорил, отсюда где-то говорить вот. Ну да, ближе просто. Мне очень жаль сестрёнку. Здесь её не выпускают погулять даже возле дома. Что это за детство? Ты и дочь. Опять в облаках летаешь? Да так, анекдот вспомню. Ну, тогда делись, раз вспомним. Я перебрал все анекдоты, услышанные в школьных столах, и произнёс. Вышел Кощей бессмертный на крыльцо. Почесал сначала сундук, зайца, утку и яйцо. Ясно, Петросян. Ну, пошли, Бяша заждался уже. Я последовал за Ромой. Что? А, понятно. Я последовал за Ромой. Ну, давай тогда, или хочешь, как хочешь, Бяшку, озвучивай, кто хочет. Ау, Бяша! Не, я, наверное, Рома. Ну, окей. И Антона? Нет, смотри, я Антона и Рома, а ты автора и Бяши. Вот, автор. Ну, подожди, сначала ты... Ладно, дальше нажимай. Вернулись, на? А, ты на нас не сердись. Мы это... Так надо было, в общем. Запетушился, на? Все дела сделали? Тогда бегом в тепло, на? Мы как раз к Тохе домой идем. Там и... Там и отгреешь, Буря. Отогреешь. Ну так, че стоим? Ты в середину, если че не говори, потому что микрофон чуть левее. Ну, понял. Долго еще идти, на? Да, потерпи ты немного, остался. Да, тут уже, блин, недалеко. Да, мы пришли. Там Оля, да? Я рада минути, она. Ну что, заходим? Переминая с ноги на ногу, мне ничего не оставалось, как согласиться. Заходим, только тихо. Не врани жастику. Может, тут будет выбор, да? Да подожди ты еще, нету выбора. Нет. Ну вот моя комната. Тебя же забирная, прическа. Простойненько, на. Вижу. Художественно. Вижу художественными занятиями. Не торопись. Вижу художественными занятиями. Рома кинул голову в сторону моего стола. Ну так, рисуй. Ты тихо, как говоришь, надо. Хорошо. О, я тоже художник, на. По дереву паяльником выжигаю, на. Маме, на день рождения. Тюльпан на доске разделочная замутил, на. В общем, рад познакомиться с художником. Ой, только давайте не будем обниматься на радости. Мы тут не чай попить пришли, а разговоры деловые разговаривать. Бизм... 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 Нет, бизнесменом заделался, на. Точно. Ты же еще не знаешь об Ан... Об Антохиных похождениях. Да ты же запетушил сразу сказать, брат Куна. Успокойся уже. Сейчас расскажем тебе все. В общем, мы ходили в... Рома неодобрительно на меня посмотрел. Ходили мы, короче, в дом у того мужика, о котором я тебе рассказывала. Ну-ка, ну-ка, на. Нашли чего-нибудь? Да, записку. Она у Ромы. А ну-ка, покешь. Покешь. Прикольно тебе передал. Рома передал записку Бяше. А-ха-ха-ха. Что это? Попался, говнарина? Да, братан. Улики... Веще... Улика вещественная. Тоха нашел, кстати. Красава, Тошик. И чё нам с этими каракулями делать? Пока... Пока... Попри... А... Пока попридержим. Если опять движок какой начнется, тогда уж ход пусть. Ну да, можно и так поступить. Пам-пам. Ой. Нет, ну я же. Петли заскрипели, и дверь послушно открылась. Только не торопись. На пороге стояла сестренка, и своими большими лучистыми глазами с удивлением смотрела на гостей. А это еще кто? О! Шепотом обратился ко мне Бяша. Здравствуйте. Каково это видеть незнакомца впервые за столь долгое время, так еще и в комнате своего брата. Привет. Привет, Оль. Я тут за кисточкой зашла. Антош, а ты почему не в школе? Да так, дела появились. Ты только маме не рассказывай. Да я и не собиралась, к тому же она спит. Она спит, к тому что ли? Спасибо. Ну не на улице же. А как закончишь, нарисуешь мне динозаврика? Ну, которого ты обещал еще давно нарисовать. Мои щеки предательски за... А, подожди. За... А, Лели. И я украдкой взглянул на друзей. Да, нарисую. Да-да, он сказал. Прозвучало это достаточно нервно. Спасибо, Антош. Ну ладно, я пошла. Оля, говоришь? Сестра твоя? Да. А че ты раньше не сказал? Про сестру-то на. Может, он тебе еще раз скажет, где ключи от дома лежат? Рома быстро осадил Бяшину и затем задумывался. Поводил глазами по полу и сказал. Он сказал. Извини, братан, что гнали на тебя тогда в лесу. К чему это сейчас? Да ничего, я не... Я не злопамятный. Если бы раньше знал. В общем, если с тобой или твоей сестрой что случится, а в наше время это нередкость, то зови. Я всю эту дыру на уши поставлю вместе с братвой. Даже Бяшу удивился Роминой щедрости. Обязательно обращусь. Спасибо. Да не знаю. Да не знаю. Да не за что. Да не за что, братан. Может так написано, а разделит. Как будто это просто. Ну, ну ладно. Нам уже пора идти. Так. А, ну да, это Антон. Так быстро. Нет, это вроде как он говорит. Нет, ну типа да, но типа это его мысли. Ну я уже сказал. Толком даже ничего и не обсудили. Хорошо. Можешь не провожать. Мы сами тихо дойдём. Давай, Тоха. Давай, Тоха, до встречи. Ребята поспешно вышли из комнаты, стараясь сильно не скрипеть деревянными досками пола. Странно это всё. Ну, хотя бы мы теперь знаем, как будем использовать записку. Надеюсь, что если Оля и не расскажет маме об этом, то учительница, думаю, точно это сделает. Как бы то ни было, сейчас я должен был сидеть как мышка и рисовать сестре динозаврика. Я давно и обещал, а обещания надо выполнять, как говорил папа. Я даже в школе так не рисовал. Да какое лиса, а я женские голоса озвучу. Сестра будет довольна моими рисунками, а ты мы себе будешь озвучивать. Пока ещё рано. Это ещё приходы его. Таблетки он не пил. И ни хера не страшно. Я поспешил вырвать листья из альбома. Это не то, что я хотел нарисовать. Что-то не то. Позже займусь этим. Окей, понятно, ему таблетки не надо выпить. А сейчас хотелось бы расслабиться. Да подожди ты. А пора уже. Тебя вообще не слышно, ты сейчас одарился, ещё хуже будет. Я слышала, как мальчишки ушли. Да, сходи. Динозаврика мне, сука, нарисовал. Оля подошла ко мне поближе. А кто это был? Да так, друзья новые. Новые? Ого, сразу два новых друга. Пацани, одного. Везёт тебе. А меня отсюда никуда не выпускают. Сижу здесь, как рампунцы, заперти. Рампунцы. Косу отращиваю, чтобы дёрнулись на неё. Может, когда-нибудь по ней спущусь куда? В подвал? В снег. В снег. Слова Оли тут же навели воспоминания о том большом дереве. Никакая, наверное, не успею. А, Оленька, не переживай. Скоро всё плохое уйдёт. И дерево придёт, с которого нужно спуститься. Сейчас наступит весна, и мы все вместе пойдём гулять. А в зоопарк пойдём? Конечно, куда ты захочешь. Надо до весны ещё так долго ждать. Не переживай, пока ты с отрасли. Не переживай, время быстро подлетит. И до тех пор, пока я буду всегда вместе с собой. Обещаешь? Обещаю. Оля обняла меня сильней. Я обязан быть для неё хорошим братом. Спасибо, Антоша. Бедная, бедная, ты совсем Оленька. Нужно придумать тебе новое развитие. Давай бить моих новых друзей. Бяху и Рому бить будут. Может, я поучу нарисовать? Ага, криповую лису нарисует и научит рисовать. Ты же знаешь, какая я глупенькая ещё, рисовать не могу. Ничегошеньки? Это... Ничегошеньки не понимаю. Ты чего такое говоришь? Ты самая умная девочка из всех. Наверное. И если ты задашь себе цель, то ты её обязательно достигнешь. Главное верь в себя, Ольга. У меня просто вот вопрос. Почему Оля уже пятый раз моргает, а Антон вот так вот таблетит? Он не моргун. Не моргун просто. Я таблетку не выпил, уже вон действует. Ха-ха-ха. Антоша, ты хороший, не моргаешь ни разу. Ха-ха-ха. А, спасибо. Да что? Ха-ха-ха. Ничего будет моргать. Ну ладно, я побежала. Я тут кассету нашла. С новыми мультиками. А ты давай динозаврика рисуй, а я мультики смотреть. Оригинальные. Хитрожопая она. Быстро же она убежала. Ещё совсем беззаботная девочка мультики смотрит, а я ей тут динозавров рисую. Не повезло ей. Она заслужила большего, чем имела сейчас. Она заслуживала безлимитный пропуск в Диснейленд. Хотя, по-хорошему, я тоже его заслужил. Не знаю, попаду ли туда до совершеннолетия. Но знаю, что поеду туда, когда буду взрослым. Вместе с Олей. И, возможно, с Полиной. Эх. Ладно, пора оставить своими... Аккуратнее. И перейти к настоящим проблемам. Сегодня папа должен приехать пораньше. Надо будет у него спросить про того мужика. Может, видел его где. Главное, не разболтать о том, что я лазил в чужом гараже. Да и к тому же... Воровал... Записку, что ли? Чёрт. Это же записка адресована. Значит, в этом гараже должен был кто-то прийти. Что же делать? Записку уже обратно не вернуть. Надо завтра в школе рассказать об этом Ромке. Я не понял почему. Узнаем. А вдруг к нам явятся люди с оружием? Будут требовать деньги за утерянную информацию? Так, спокойно. Соберись, Антох. Ты не трус, но я боюсь. Что бы ни произошло, никогда не бойся. Всё будет хорошо. Выпей таблетки и успокойся. Папа сильный, он защитит от кого угодно. Главное, верить. Верить. А почему они просто эту записку не могут сходить? Да подожди ты. Ладно, пора бы уже заняться делами, а то стою тут посреди комнаты и плачу самому себе. Увидела бы это Полина или Катя. Что бы они мне сказали? Почему меня это вообще волнует? Пора спать. Я присел на кровать. Рисовать настроение нет. Считать тоже. Учить пропущенное в школе тем более. Да и прохладно как-то в доме. Из-за этого клонила в сон. Давай, спи уже. Подожди ты. Тихо. Вставай, лентяй. Давай, давай. Перерисуй динозавр. Вот слышал про казной тон сестры, я нехоть открыл глаза. Подожди. Где мой динозавр? Папа. Папа приехал. О, музыка классная. Правда? Правда? А, понятно. Да. Да, еще привез огромный чупс. Жвачка. А почему не чупа чупс? Огромный чупс. Ну, блин. Пойду позороваюсь. Кстати, я сейчас сохранюсь. Другой день начался. Ну, другой день начался. Подожди. И. И. Э. Ого. Так, Антон, бери эту коробку и неси в кладовку. Только осторожно, там банки. Что? Давай ты маму и Олю, сейчас я папу и Антону. Ну, если будет. Хорошо. Не успев зайти в комнату, я уже получил задание. Ничего не поделаешь. Хорошо, мам. Я взял с пола коробку и понес кладовку. Вот и все. А, мам. Мам, а где папа? Оля сказала, что он уже приехал. На улице колесо качает. Скоро вернется. Ты почему, кстати, так рано со школы пришел? Я отвел взгляд. Да, я это. Короткий день был, в общем. Учительница не смогла прийти. Что это за школа такая, в которой даже учителя не хотят ходить? Что уже о детях говорить? Бардак. Поправ парту, к маме пошла составлять список. Ну, я свое дело сделал, можно идти в отступление. Поздоровался с папой? Нет. Он сейчас на улице. Колесом на шею не качает. Там, наверное, очень холодно. Вот бы пришел побыстрей. Ага. Антон! Отец пришел! Ура! Ура! Нет, ну, это озвучивать не надо, как озвучил. Эй, ну позже. Привет, папа. Привет, Антошка. Как у тебя дела? Как успехи в школе? Нашел, наконец-то, друзей себе? Ну, или подружек, может. У него сегодня явно случилось что-то хорошее. Друзей двух нашел. Вроде хорошие ребята. Ты про тех, кто о тебе рассказал тогда вечером? Да, они. Молодцы ребята. Не бросили друга на холоде. Но молодцы не совсем. Не во всем. Папа что-то знает. Знает, какие они на самом деле? Когда я... Когда я заезжал в магазин, учительницу твою... Ооо, сейчас жопа будет. Она оставила меня. Остановила. Остановила меня. Волнением немного отпустила меня. Хоть сейчас я и получу, но хотя бы не за то, что веду дела с хулиганами. И что сказала? Это я у тебя и хочу спросить. Ну, что я школу прогулял? Я с опаской обернулся, чтоб убедиться в том, что мамы рядом не было. Вот молодец. Сам сознался в содеянном. И на первый раз маме не рассказываю. Но еще раз подобное случится, ты получишь и от меня, и от мамы. А друзья твои... О нет. Чем-то на бандюганах смахивают. Я тоже в детстве под бандюганами косила. Не могу даже и представить этого. Мой папа бандит. Дети они такие. Ну да. Нужно спросить о подозрительном мужчине. Или не стоит? Может, одет с ними был знаком? Слушай, а ты не видел случая одного мужчину? У него лицо такое сморщенное и губа будто заячья. Это в оригинале было, кстати? Да, замечал такого недавно. Ты не помнишь? Мимо школы проходил, оглядывался еще. Будто вор на базаре. А что он тебе насолил чем-то? Да нет, просто подозрительный какой-то. Это правильно, сын. Всегда запоминай подобных. Научи замечать детали, которые могут рассказать про них сами. Самих. В будущем это тебе пригодится. Не повторяя ошибок отца. Хорошо, пап. Ну ладно, я пойду в свою комнату. И это, не забывай с сестрой играть. Ей тут очень одиноко, а на улице слишком опасно. Мы и тебя сначала не хотели дома оставить. Слишком тут зверей много диких. Ну сам понимаешь, школа есть... А, школа есть школа, от нее не скрыться. Лес здесь мрачный. Точно небезопасно. Поэтому, чтобы больше я тебя там не видел. Да, пап. За топором пошел. Значит, сегодня этот мужик уже был возле школы. Что он там разнюхивает? Ему кто-то нужен? Конечно, он пропажу нашел. Надеюсь, не я и не мои друзья. И не Полина. Можно ли назвать ее другом? Она очень располагает к себе. Так и хочется быть рядом с ней каждую минуту. Ну, классной девочкой ее назвать можно. Точно. Ну, мой ли она уровень? Не знаю, выясним позже. А сейчас нужно было заняться динозавриком Олли. Целый день я помогал маме разбирать коробки. Вместе с папой мы потаскали вещи наверх, а мама их сортировала. День выдался спокойным. Оля радостно смотрела мультики, а мы с папой дружно переговаривались во время работы. И ссор сегодня никаких не было. Надеюсь, все будет ха-ро-шо. Что выпадает? Ну, у меня не выпадает. Все дела на сегодня завершены. Я не сильно устал, но все же стоило отдохнуть. Родители спят, Оля тоже. Пора и мне на боковую. Глава вторая. О, мы первым главой прошли. Сказка на ночь. Похлопай. Ага. Хлоп-хлоп-хлоп. О, школа. Чего? Сэн Антон. Поставь на палочку. Ну что, идем? Так то. Идем. Ну идем. Идем. Лес. Лес. Почему именно он? Он в свете недавних событий. Я бы туда лишний раз не совался. А почему именно лес? Сейчас лицо подъявишься. Чтоб в проблемы ты полез. Лес. В этом поселке нет мест, которым можно спокойно уединиться. Заговорив полушопотом, Полина приблизилась ко мне. И снова этот запах ежевики. Это что-то невероятное. Ты тут? А, да. Прости. Думаю, ты понимаешь, здесь все друг друга знают. Сплетни, прочее. Полина стыдится меня. В ее голосе слышалось волнение, будто она что-то скрывала. Или же хотела уберечь меня от чего-то. Ну ты не думай ничего такого. Как тут не думать? Да, я все понимаю. Понимаю. Что у тебя за глаз что-то? Да. Да, я все понимаю. Я рада. Спасибо тебе, Антош. Идем? Да, пойдем. Глядываясь в ее прекрасные глаза, я... Опять школу прогуливают, что ли? Хм. Пятый Антон. Даже не заметил, как уже шел по дороге. Под ботинками хрустел снег, а в воздухе витал приятный ветерок. В нем даже чувствовалось что-то особенное. Что-то весеннее. Я тут слышала кое-что. И что же? Спросил я задумчиво. Что ты с Ромкой теперь сдружился? Ну да, мы общаемся. Но я не хулевян, честно. Будь с ним осторожней. От него можно ожидать все что угодно. Обещаю. Взглядываться я во что-либо не буду. Спасибо тебе. Опять Антон не моргает. Моргает. Повисло неловкое молчание. И говорить не надо. Достаточно просто быть рядом с ней, изредка переглядываясь и моргая. Я думаю, человек... Человек и моргает. Как прошел твой школьный день? Видишь, у них были школьные. Резкий и неожиданный вопрос поставил меня в ступор. Ну... Я снова не нашел, что ответить все как всегда. Ничего интересного. Абсолютно обычный день. Вот и у меня так же. Надоело уже так жить. Хочется чего-то большого. Чем это захолустье. Я тебя понимаю. Скучаешь по городской жизни? Не особо, если честно. Она быстро надоедает. Да у нее тут как-то опять... А я бы сейчас все отдала, чтобы поехать в большой город. И особенно повидать другие страны. Повезло людям, которые живут где-нибудь во Франции или Италии. Я понимаю. Читал книжку про Францию, про... Про... Прошлых веков. Прошлых веков. У них... У них было крайне неспокойно. Очень много революций и кровопролитий. Никогда не понимала, почему нельзя жить спокойно. Всегда нужно устраивать войны, погромы, революции. Это ужасно. Но с другой стороны, это очень романтично. Ну да, заживиться. Можно писать рассказы, сочинять стихи, композировать музыку, как люди воюют. Да, мы бомбили, верно. У тебя очень грустно. А сама улыбается. Ну да. Это все, что я вам сказал. Краткий и довольно глупый ответ. Ну да. Слава так улыбалась, а потом ну да сказал сразу в лицо. А говорят еще, краткость, сестра Таланда. Ну да. Три точки. Ну его к черту. Опа. Все, хватит быть сажатым себе маленьким сынком. Передо мной стоит классная девчонка, а я веду себя как хлюпик. Ты очень красивый. Ну. Я дурак. Я имел в виду... Но ты... Ну что? Ну что ты именно сегодня красивый? Нет, ты красивый и сегодня, но именно сейчас, а всегда. Идиот. Ну. Спасибо, Антон. Ха-ха-ха. Мне очень приятно. Спасибо. Если честно, я не ожидал от тебя такого. Где же тот застенчивый Антошка, который так и не нравился? Кого Антона больше нет? Остался лишь храбрый рыцарь. Позвольте сопроводить вас. Ах, прекрасный рыцарь. Раз моего Антона больше нет, тогда я вынужден на вас покинуть. Стойте, миледи. Я отведу вас к вашему другу. Прекрасный рыцарь, а я вам так благодарна. Но я не могу, простите. Без него никак. Какая же хитрая. Я шагнул ближе. Куда же вы совсем одна в лесу? Не бойтесь, прекрасный рыцарь. С одной все будет в порядке. Произнес это полушепотом, Полина взяла меня за руку. Мое тело наполнилось чувством. Чувством непонятным и необъяснимым. Прекомен. Я хотела сказать тебе. А? Ты мне нравишься. Три точки. Полина мило вздохнула. Моя дети глаза. Ах, как трогательно. Хочется взяться за скрипку и сыграть мелодию своей души. Как я рада, Антон. Ты мне нравишься. Тоже. Из него ежевика просто выходит. Щечки ежевичные. Не, мне нравятся эти глаза, да? Ага. А, это сон. Ну, прикольно. Я прям рыл глаза. В голове крутилось лишь одно слово. Полина. Сочувствую Антону. Смутно припоминаю, чтобы мы шли по лесу. Может это сон, а может и нет. Я его совсем не запомнил. А жаль. Ладно, пора идти в школу. Че за звуки, слышишь? Щас. А, это скрипит. Дверца или че-то там. Я надел очки. Школьную форму. Ненавижу утро. В голове будто груз, который тянет вниз. А еще утром живот крутит, будто водоворот. Только вот настроения завтракать нет. О, на кухне, на кухне. Выбирай на кухне. Тихо. Убери? Да. Все-таки поесть, поесть надо. Я же не хочу, чтобы ребята на уроках слышали, как урчит живот. У него урчит живот. Я понял. Я на нем охоте. Я заметил, что календарь показывает неправильную дату. Тихо. Открыть. Я схватил банку сгущенки и хлеб. В этой мы с Олей, похоже, сгущенку оба любим. Помню, как мама рассказывала, что я, будучи очень маленьким, сгущенку ложками ел, а потом валялся в кровати и плакал. Съел второй бутерброд, я запил все водой и убрал со стола. Тихо. Он обратно ее положил. Ну все, пора в путь. А, понятно, собравшись, я вышел на улицу. Папец, у них утром темно. Можешь в 6 утра отправить. Но недолго властвует ночь, и придет рассвет, и с ним лучи. А вслед за ним уже звонок на первый нудный мой урок. Который раз прохожу здесь, и сердце начинается биться сильнее. Словно это место для меня что-то значит. Легкое чувство волнения разлилось в грудной клетке. Что происходит? Может, рассказать родителям о проблемах с сердцем? Хотя, лучше не стоит у них свои проблемы, у меня свои. Действительно, у меня всего лишь проблемы с сердцем. Это улица. Проходя по ней, воспоминания о первой встрече с Алисой сами выбираются из глубин подсознания. Если вспомнить, это было довольно пугающе. Где же сейчас эта плутовка? Неужели все было лишь сном? Таким реалистичным? Не понимаю людей, встающих с утра пораньше. Возможно, это у них вышло... Вошло в моду, наверное. Работа, школа, другие дела. Удивительно, что по пути одному идти даже как-то непривычно. Как бы я хотел ходить в школу вместе с Полиной. И уходить домой тоже. Мечтать не вредно. Мечтать не вредно. Нет старшеклассников, курящих на кольце. Нормально. Нет машин, никого. Может, это я пришел слишком рано? Опа, это Катька, по-моему. Петров, решил пораньше в школу прийти? Че это? Ну, за ногти. Змея подкралась незаметно. На время не гляну, вот рано и пришел. Холодно, ответил я. А ты почему здесь? Тебе это, Петров, никак не... Ну, как же, конечно, не касается. Ты же, Смирнова, тут стоишь и жертву своих сплетен высматриваешь. Пойду-ка я лучше, пока ты на меня не бросилась, не набросилась, змея. Странная злоба закипела во мне. Что же я делаю? Я же, наоборот, хотел наладить с ней отношения и не портить их еще больше. Ну-ну, Антошка. Еще шестнадцать минут. Ага. В глазах, хоть и блеснули злые, на обменные гоньки, но ничего более не последовало. Она молча развернулась, просто двинула как водушку. Однако сработало. Но я все еще не уверен, что это было правильным решением. Стоп, подожди, кроме войти, что тут еще? Только войти? Да. Был вариант стоять в морском. Как и снаружи, внутри школа тоже была пустая. Подходя к классу, я заметил, что дверь была закрыта и мне ничего не оставалось. Как, блядь, можно было выбить его. Ура, свет. О, наконец. Спустя время начал слышаться топот шагов и никогда не обитаемый коридор стал оживляться. Ребята вокруг ропчались друг с другом, смеялись. А я одиноко стоял и смотрел в стену, изредка поглядывая на стену. Поскорее бы пришла Ро, поскорее бы пришел Ромка спящий. Пришли Ромку. Прозвенел звонок. Настак куши режет, когда рядом с Ромкой стоишь. Стоп, а там вот, смотри, знак. Что еще, смотри, да. Стой, подожди. Заглянул в него, наверное. Да, подожди, уборщик. Что там внутри, подожди. А, ты просто внутри, еще там, знак глаза нажми. Нет, там в концу ничего. Тогда входи. Надо было знак глаза, кстати, нажимать. Нет, он, наверное, начал типа на улице. А на улице ничего не было. 204 кабинет. Все вошли в класс и сели. Однако место Кати, Кати, Полины и также Ромы и Берши оставались в пустыне. Катя точно не могла опоздать. Так и Полина. А вот друзья сейчас смогли прогуливать. Только зачем, если бы уже сделали все, что хотели. Катя с Полиной зашли вместе с Лилией Поваловной. На улице уже скоро светать будет. А ребята так и не видно. Я надеюсь, что сегодня они все-таки придут. Мне хотелось бы помереть со скуки. Весь класс дружный, но безэмоционально поздравился с учительницей. Добрый день. Сегодня начнем с урока литературы. Итак, Петров. Видимо, она хотела спросить меня первым, но ее прервал стук в дверь. Войти можно? Не, ну ты хочешь Рома озвучить, а ты же мысли Антона озвучишь. Мысли Антона, Антона и Рома, а ты все пойти. Мы это опознали. Вы который раз срываете урок? Мало того, что вы двое на пару с Петровым прогуляли вчера важную тему, так еще и сегодня опознали. Сели, чтоб я вас не слышала. Явились, не запалились. Как всегда, в своем репертуаре. Опа. А кто это мог быть? Оля. Оля. Полина. Но кто там еще? А, Лиля Павловна, к вам пришли с профилактической беседой. А я и позабыла, входите. А, этот, по-моему, поли... Естественно. Я его помню, он был в этих старых частях. Ну читай. Мальчика искали, да? В классе размеренно прошел велиционер. Его лицо показалось мне знакомым. Вроде этого он приходил к нам домой и про Вову спрашивал, вот, про этого мальчика. Что ему сейчас здесь нужно? Он узнал, что я вор? Или думает, что я причастен к пропаже Семена? Здравствуйте, дети. Здравствуйте... Здравствуйте, товарищ милиционер. Здравствуйте, товарищ милиционер. Воспитание это хорошо. Я ненадолго, Лиля Павловна. Я дам столько времени, сколько вам потребуется, не переживайте. Благодарю вас. Холод и дрожь побежали по ногам. Он посмотрел на меня. Внутри его оцепенья. Внутри все оцепенья. Пожалуйста, только не... Да. Прикольно. Тетроф, Антон! Да, это я. Мой голос дрожал. Пожалуйста, лишь бы Полина и Катя этого не заметили. Не бойся, ничего серьёзного. Как тут не бояться? Я по поводу пропажи Семёна. Я узнал, что у тебя с ним был конфликт недавно. Не расскажешь, в чём дело? Мы с ним повздорили немного. Ничего особенного, кроме его ежедневных издевательств. Расскажи всё, что было. Он задирался, но я его и ударил не сильно. На лице я не рудит в дневненок и в ногу, то сначала не поверил моим словам. Баборин всегда был проблемным ребёнком, с шилом кое-где. У меня тут кое-что есть. И тут же. Узнаёшь? Откуда у него моя тетрадь? Чёрт, наверное, выпала, когда Ромке нас потрошил. Когда Ромка нас потрошила. Да, узнаю. Она была найдена трактористом в лесу, как раз в том месте, где последний раз видели пропавшего Бабурина. У тебя есть объяснение? Я... А, я в школу через лес ходила. Могла выпасть легко. С трудом далась мне эта половинчатая правда. Через лес? В случае, там не видел кого-то подозрительного? Ещё как видел. Стоилось ли я сейчас говорить? Думаю, да. Но записку пока припрягу. Видел? Ко... Кого? А вот тут уже сложно. Описать его внятно я сейчас вряд ли смог бы. Да и голос дрожал. Да и голос дрожал. Я могу нарисовать. Кто-то сам рисует. Это хорошо. Видишь, это зайчья губа. Ну, читай. Я встала, и она умилиционируется. Так, что тут у нас? Так это же точь-в-точь он. Зайчья губа. Я думал, он дальше гастролировать ушёл. А он, оказывается, здесь оттирается. Ну, мальчик, ну, молодец. В классе все притихли, внимательно смотря за каждым моим движением. Дрочь постепенно стихла. Милиционер подошёл к диске. Ну, Антошка, хоть какая-то зацепка есть. Ребята, не переживайте, найдём. А тебе, Антон, я советую обратиться в школу художеств. Там тебя с руками оторвут. После милиционер рассказал нам о правилах подвижения и мерах личной безопасности. Ну, ладно, дети. Будьте осторожны, всего доброго. До свидания. Он ушёл. И в ту же секунду зазвенил звонок, ознаменовав окончание урока. Рома, взбавшись сразу, вышли в коридор. Лилия Павловна подозвала к себе Полину и Катю и тоже вышли из класса. Почему бы и мне не прогуляться? О, подожди, смотри, выбор налево. Налево. Нет. Налево. Подожди. Ещё раз. Подожди. А, на правой теперь ничего нету. Сейчас, подожди. Я спустился по краковинному столовой, чтобы умыться холодненькой водой. Вернулся в класс. Вот, смотри. Да, я вижу. Давай. Вот, видишь, смотри. Это Бабурин, я понял. Читай. Ко мне подошла одна девочка. Держи. Она положила мне в руку мятную конфетку. Чего вдруг такая щедрость? Я видела, как ты Страшилу нарисовал. А можешь и меня нарисовать? Она не конфетку не просто так тебе дает. А меня сможешь? И меня, Анто! Антоха, а можно бандама нарисовать? Я на стену повешу. Да, хороший бизнес, в принципе. Правда, денег будет не слишком много. Зато мешок мятных конфетов. А, казалось, все одноклассники сбежались ко мне. Никогда еще не чувствовал себя так хорошо в центре внимания. Я был действительно важным для них. Нужным. Ребятки, а ну-ка разойтись. Антоха, уже обещал меня первым нарисовать по дружбе. Погода? Правда же, Антон? Опять она. Ничего я ей не обещала. Но... Это же хороший шанс наладить с ней отношения. Это правда, ребят, извините. Я обещала ей еще не дам. Еще давно. А потом нарисуешь меня после нее? Чувствую, мои пальцы будут болеть. Да, постараюсь. Девочки, только вы особо не надейтесь. На рисунке я хочу выглядеть неотразимой. А значит, Антон потратит на меня много времени. Много времени? Да я и минуту рядом с тобой не отстоял бы. Да-да-да. Да-да-да. Все девчонки крылья Катера зашлись с хмурым видом. Обломала она. А теперь слушай. Мне твои парисульки и даром не сдались. Не нужны? А для чего тогда... А для чего тогда все это? Я вижу, ты в последнее время больно храбрый стал. В каком смысле? Не знаю, можно ли было считать это комплиментом, но... Ну ладно, прямом. Это похвально. О чем ты вообще? Если Катя думает, что я стану ее мальчиком на побегушках, то она сильно ошибается. Не нервничай. Я имею в виду, что не ожидала от тебя такой прямолинейности. Ты же был изгоем, неприкаянным. Может, ты пропал бы следующим? Неожиданно слышать такое от Кати. Я даже немного засмущался. Но чего уставился? Топаю учебники менять. На этом наш странный и короткий разговор, видимо, подошел к концу. Я еще раз с подозрением взглянул в лицо Кати и, развернувшись, направился к своей парте. Ха, извращенец. Ее... Ее хитная улыбка не давала мне покоя. Что происходит? Она имела в виду ту стычку утром. Ту стычку утром. Я тогда даже не хотел ее обижать. Или... Три точия. Может, и хотел. И все, не заснул. Я сам до сих пор не выпил таблетки. Как он еще не это... В обморок не упал. Наконец-то школьный день окончил. Не, я бы тоже хотела иметь себе один урок. Который, на который пришел милиционер, что-то нам рассказал, мы нарисовали и все, и уже... Сегодня было довольно тяжело. Мало того, что я вообще не сделал домашнее задание, как еще и урок физкультуры был последний. Все-таки был еще урок физкультуры. Ну, хотя два урок. Еще тот странный разговор с Катей. После него мы больше не прикасались. Не пересекались. Не пересекались. Наверное, она ушла домой. Последую ее примеру. Привет еще раз, Антошка. Катя. Ну, привет. Ты что-то хотела? Хотела. Тут слишком ходит... Тут слышал. Мол, ты с Бабуриным в лесу подрался. После чего тот пропал. И многие думают, что в его пропаже замешан ты, Антошка. Переска. Кать, ты извини, но мне уже хватило допроса. Антон, не заставляй меня изменить мнение о тебе. Просто расскажи все, что знаешь. В этом же нет ничего сложного. А зачем тебе это? Может, Катя Ромке помогала? Хотя... Ох, Петров. Тяжело найти с тобой язык. В общем, ну, в лесу подрались. Как обычно. В принципе. Позвучало это так словно. В лесу уже давно есть бойцовский клуб имени Антона Шварценегера. Ухмырив, внувшись собственной же шутки, я тут же вспомнил, что рядом стоит Катя и резко поменялся. Сильно досталось? Слухи, спросила она. Вообще-то, это я его побил. Ты? Нет. Его? Ха! Я, конечно, не сомневаюсь, что ты можешь его ударить, но... Побить? Ахаха! Как же это вымораживает? Её смех противнее скрежет ножа... Скрежет ножа... Скрежет ножа... Скрежет ножа... Скрежет ножа... Главное, держится... Держаться... Держаться... Если будешь так себя вести, я развернусь и пойду домой... Тёрт... Это прозвучало слишком по-детски... Ааа... Хорошо, бедненький, буду подбирать слова... Ну а дальше что? Там мне уже и Ромка с бяшей подсобили... Подсобили, да... Подожди, давай я сохранюсь... Я не сохранился... Так... Ну давайте, ребят, на этом, в принципе, закончим... Узнаем потом, что хочет от нас эта Катька... В принципе, уже это будет третье прохождение... Я надеюсь, вам, в принципе, понравилась эта часть прохождения... Вот... С моим каналом Казаку Фэмили... И с моим сегодня братом Тимофеем... Не забывайте про лайки, про комментарии... С вами попрощается Тимоша, в принципе... И мы увидимся уже в следующий раз... Да, всем пока...